Друзья, всем привет! Мы находимся в центре Анталии. Узнаете этот фонтан? Как раз напротив памятника основателя Анталии. Акила, да, его зовут или как? Не помню точно его. Ну а вот здесь сегодня у нас 6 ноября. Погода отличная. Дети купаются в фонтане. Посмотрите, как шикарно на улице. 6 ноября 2019 года. Просто лето в Анталии. Переключаю камеру. Сейчас вам покажу все красоты местные. Итак, те, кто знает Анталию, сразу же узнают это место, где мы находимся. Ну а те, кто не знают, это вот там внизу находится Калиичи. Старый город. Здесь был кошачий городок. Его пока убрали. Года два, наверное, он тут простоял. Кошачьего городка сейчас тут нет. Убрали. Очистили, так сказать, место. Старая башня высокая. Как же тут классно. Я бы сказал кольфово. Особенно если ты с Урала, из города Перми, где уже царит полный ад. Где уже мороз, снег, дождь, ветрища, мрачные тучи. И как здесь хорошо. Просто прекрасно. Море, кстати, сейчас плюс 24 градуса. Посмотрите, какая красота. Сегодня у нас среда. Люди отдыхают, сидят. Давайте подойдем прямо к морю. Вот такие тут ступени, лесенка, лавочки каменные, памятник. И вот здесь мы выходим на смотровую площадку. Зацените красоту. Местный колорит. Очень красиво. Чок гузель. Чок гузель. Супер. Местное. Местное население обычно всегда доброжелательно. Редко, когда бывают какие-то негативные ситуации. Не то, что редко, а крайне редко. То есть это совсем экстренные какие-то случаи. Тут старые разрушенные дома. Видимо, их будут покупать, ремонтировать. Посмотрите, какой колорит. Старые крыши. Древние здания. И море. Шикарное средиземное море. Красота. Памятник. Рабочий. Работница. Конь. А наверху у нас на коне Ататюрк. Красотища. Посмотрите, сколько туристов ходит. В ноябре. Будний день. Огромные группы туристов. Полиция охраняет. Опять выходим на смотровые площадки. Вот тут лифт. Сейчас подойдем к лифту, и там я вам засниму местные красоты. Там у лифта открываются просто сногсшибательные виды. Уже много раз там были. И все время, когда туда приходим, все время радуемся, наслаждаемся. Именно правильно наслаждаемся этими видами. Кругом все зелено. Посмотрите. Все деревья, все зелено. Никакой осени даже не чувствуется. Ни капли. На улице жара, тепло. Очень хорошо. Кафешки застоят. Что неудивительно, с такими шикарными видами. Смать! Как тут красиво. Смотрите, какая пропасть огромная. Классный попугай. Здесь посмотрите. Порт. Марина Калевича. Стоят прогулочные судна. А вот прямо вот этот вот Ромада Плаза Анталии отель, где мы уже многократно отдыхали. И собираемся снова туда ехать. Ясные дома. Как же тут чудесно. Посмотрите, как кругом все цветет. Мандарину на улице. Все в цветах. Все в цветах кругом. Пальмы. Как все здорово. Как все шикарно. Так, а здесь вот шелковица. Которую мы рвали в мае. А сейчас ее нет. Она уже все закончилась. Это нам в мае, в июне собирают шелковицы. Вот тут шелковица, конечно, бесподобно. Очень вкусно. А где это дерево? Где мы рвали шелковицу? А, вот он. Это филиго. Вот в этом доме мы смотрели квартиру. Дом очень старый. Внутреннее состояние самого дома, именно подъезда, оставляет желать лучшего. Запах стоит в подъезде неприятный. Но из квартиры виды, конечно, шикарные. На последнем этаже там была квартира. Посмотрите, какая красивая площадь. Цветы, фонтаны. Так, короче. Красота. А здесь у нас открывается шикарный вид. Огромный фикус. Растет. И море. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Вот. Какие местные кошечки ходят. Все в цветах кругом. Кругом цветы. Все в зелене. Памятник. Пашевый. Посмотрите, как красиво. Такое дерево. Кругом цветы. А здесь, посмотрите, какая красивая композиция. Рояль. За роялем сидят, играют. Там музыканты какие-то стоят. Здесь человек что-то держит, стоит. Интересно сделаем. Вот этот район в Анталии называется Мурат Паша. Смотрите, опять какая красивая площадь. Все в цветах, фонтан. Так вот, этот район называется Мурат Паша. Он очень большой, очень огромный. И делится на Махале. Микрорайон. Как у нас говорят, микрорайоны. И непосредственно вот сейчас мы идем по микрорайону в Денис. И дальше прямо туда мы выйдем в микрорайон Бахчелиев-Лер. И вот именно здесь мне больше всего и нравится. Здесь бы я хотел жить. Здесь смотрели на квартиру. Вот тут продается квартира. С видов на эту площадь. Но она не солнечная. Посмотрите, какое дерево раскидствует. Чем мне нравится именно эта точка в Анталии, тем, что она самый центр между Каньелты и Ларой. То есть это середина, золотая середина. Из этой точки одинаковое расстояние ехать, что в Лару, что в Каньелты до конца. И так идем дальше. Так вот, продолжаем разговор о месторасположении, об этой точке геолокации, так скажем. То есть это самый центр Анталии, как я недавно сказал. И это находится прямо в заливе. Вот этом огромном заливе. С одной стороны оттуда начинаются горы. Сюда они заходят. Тут по прямой. И туда уходят в сторону Лары. Посмотрите, какой каньон. Растут кактусы. И вот здесь вот такое сете. Зеленые дома, в которых живут местные турки. Здесь квартиры не продаются, а выдаются государством. Место просто наификарнейшее у этого сете. На мой взгляд, самое лучшее месторасположение здесь, в Анталии. Все под охраной. Газ проведем. Вот здесь, конечно, жить в этих домах. Это самый лучший вариант. Но сюда вряд ли попадешь. Не имея гражданства 100%. Но помимо гражданства здесь еще надо иметь некий статус государственного работника. Тут что-то образовательное. Общежитие, как я понял, написано. Да? Ну, айтим образование. Для учителей? Так, слушай, тогда у тебя есть шансы сюда попасть. Если ты окончишь Анталийский уровень, сидишь, получишь гражданство. И будешь работать учителем. Посмотрите, пальма вся увешана финиками. Ну, айтим. Спортивная площадка. А это учебное заведение. Посмотрите, какие дома тут стоят. С какими огромными террасами. Особенно на последнем этаже посмотрите. Практически вся крыша этой террасы у крайнего дома. И здесь также. В этих домах также продаются квартиры. Стоимость квартир колеблется примерно от миллиона девятисот тысяч лет до двух с половиной миллионов. В старом доме цена пониже. В новом доме, который недавно построили, цена повыше. Также еще цена зависит от этажа. На низком этаже первый, второй может быть цена пониже. Пиролык варенду сдают. Сотылык вон висит. Продают. Нам тут нравится в этом месте. Курс лиры на сегодняшний день 11 рублей одна лира. Сколько же тут зелени кругом. Посмотрите. Насколько богатых зеленый район. Кругом. Бананы растут. Различные деревья. Лиственные. Пальма финиковая. Какой только растительности тут нет. Просто шикарно. И воздух шикарный. Проезжая часть, по которой ходит в том числе общественный транспорт. Нет, наверное, общественный транспорт здесь, по-моему, не ходит. Или нет. Вот стоит автобус, да, ходит и общественный транспорт. Но воздух настолько чистый, что и создается впечатление, что здесь вообще нет машин. Красота. Посмотрите. Посмотрите, какой красивый фонтан. С памятником. А за ним открываются шикарные люди на море. А фонтан, посмотрите, какой каскадный. Каскадный фонтан. Здесь он заканчивается. Посмотрите, какие пальмы серовиты плющом. И вот там. А вот еще даже. Да, вот этот заряд. Ты смотри. Так, а там мы куда попадаем? Здесь я, честно говоря, вообще впервые вот сюда я спустился. Ни разу ничего не спускались мы сюда. То есть это вниз и вот здесь прогуливаться. Такая парковая зона. Очень интересно, да? Здорово. Здорово. Просто здорово. Как красиво все тут. Немножко запахался, поднимаясь по лестницам куда-сюда. Велосипедный прокат велосипедов. Всего один стоит. Все разобрали. Вот, учебное заведение. Как называется? Барбарос. Барбарос Ортау Кулу. Средняя школа. Средняя барбаросская школа. Анталия Мурат Пашу. Оп. Чуть не столкнулись. Ататюрк на стене. Золотой лик Ататюрка. Да, вот сюда можно отдать младшего учиться. Вон дети играют. В ноябре в тусах, майка. Играют там в футбол. Трамвай на скольжи. Так, и вот дома. Вот, наверху объявление сатылык. Вот эту квартиру я видел. На сайте. Родается. Из нее хороший вид. Из этой квартиры открывается. Шикарный вид. Сатылык снова. Тут уже идет много сатылык продаж. Ну, а вот это дома старые, которому уже 20-30 лет. А вот, вот это вот новый дом. С зеленым стеклом, так скажем. Вот это новый дом. И на нем продаж не видно. Никаких объявлений продаж нет. Коджакайя называется. Коджакайя. Вот этот дом мне нравится. Хороший дом. Так, рядом стоит тоже не первый свежести дом. Но смотрите на крыше. Какие шикарные террасы. Кругом цветы. Цветы, фонтаны. Вся Анталия в цветах и фонтанах. И это круглогодично. Даже в декабре вы сюда приедете. Здесь будут цветы и фонтаны. Посмотрите, как красиво. Так, вот дома заканчиваются. И дальше идут государственные учреждения. Вот то белое невысокое двухэтажное здание. Это центр метеорологии. Анталийский центр метеорологии. Следят за погодой. Делают сводки по погоде в Анталии. Ну а нам надо перейти на ту сторону и углубиться. Тут нам седем. Идем побыстрее. Здесь машин нет. Тоже идем побыстрее. Кафе Биттос Дон Дурма. Биттос Дон Дурма. А туда дальше, глубже, если пройти за этот центр метеорологический, там уже будет музей Анталии. Очень шикарный музей. С немаленькой территорией. Красиво все сделано и на территории, и внутри музея. Довольно-таки богатая экспозиция. Всем рекомендую его посетить. О, какой фитус. Шикарный. Кошечек. Так, в ту сторону. Дом Хусейна. Мы смотрели. По-моему, так его ино. Так, ну а мы тут подходим уже, в принципе. На этом наша небольшая экскурсия заканчивается. Всем пока. Посмотрите, как красиво. Все. Всем пока. Ребята, всем привет. Вот прямо передо мной перекресток. И вот в ту сторону уходит улица Гелия. По-моему, вот так она называется. Торговая улица. Мы с ней свернули в сторону Марк Анталии. Вот туда, в ту сторону. Там будет Марк Анталии. Парговый центр. И идем туда. Ну и маленько покажу вам, так сказать, не туристическую Анталию. Как Анталия выглядит во дворах. Так же все зелено. Так же все хорошо. Тепло. Сапожная мастерская на улице. Сапожная. Кругом кафешки. Магазинчики. Маленький парк. Люди отдыхают. Вогуль продает. Все, мы видим с ней. Ну, давай посмотрим. Вот. Не знаю, что тут. Мне кажется, вряд ли тут что-то будет. Подошва все время не та. Нет, ведь тут нет. Пойдем. Сегодня 6 ноября. Погода прекрасная. Летом. На улице лето. Даже местные жители ходят в коротких футболках. Рубашка с коротким рукавом. Вон мальчик едет в короткой футболке. На улице очень тепло. Пока уже вечереет. Уже пятая часа. Уже пятая часа. Пошел в нет. Переходим. В Мигросе там официальный курс через кассу. Ты оплачиваешь через кассу, там сама система подсчитывается. Ориентируясь на курс, валютный курс. Фильтры для воды продвинутся. Ткани. 25 лет, 35 лет, 45 лет. Вот такая вот она нетуристическая Анталья. Которая все больше и больше заполняется приезжими людьми из различных стран мира. сегодня мы... Итак, то есть, еще не остановился, что люди приезжают сюда жить в Анталию из различных стран мира. Сегодня мы смотрели квартиры в различных домах, новостройках в центре Анталии. И представитель застройщика, женщина, показывала, которая нам эти квартиры, в этих домах, прямо конкретно рассказала, в каких квартирах кто живет из каких стран. То есть, это были немцы, американец, американцы были, англичане были, иранцы были, русские. То есть, сразу ясно видно, насколько большой диапазон от приезжих людей, даже из США, с обратной стороны, так скажем, земного шара, переезжают жить в Анталию. Скоро про Анталию будут также говорить, как давно говорят про Москву. Москва резиновая. Раньше говорили не резиновая, а сейчас резиновая. Также и про Анталию. Такое огромное количество людей сюда съезжается со всего мира, что Анталия растет как на дрожжах. Каждый год, и даже не каждый год, а каждые полгода новые дома растут. Какой хороший свежий воздух. Пахнет так вкусно, да? Или просто, может, мы уже голодные, поэтому вкусно пахнет. Какими-то растениями пахнет. Проходим мечеть. По крышке. Так, ну давай посмотрим. Обувь. Так, ну уже где-то на близко по Марк Анталию. Марк Анталию. Да, вон. Вот тут большая такая вот. Почти поездка. Почти поездка. Здесь, видите, в Марк Анталию. Марк Анталию. Так, пошли по той стороне. Ладно, где-то надо поесть. В Марк Анталию поедем. Ну, вот там у меня спроси, сколько стоит. Иди под курицу. Пурицу. Пурицу. Ну, что, сколько? Ну, куда? 25. 2. Да, да. Варк Анталию. Ура, да, да. Ха-ха. Ха-ха. Ага, да. ну вот мы и вышли к маркам талии здесь как всегда оживленно но принимают только у граждан у туристов нет у нас не приносит в каком-то где-то я читал или видел ну ладно зайдем в мир рост посмотрим что тут пошли сюда пойдем сюда